Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем наиболее актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Ну и какой же вопрос наиболее насущен и актуален 31 августа? Конечно, это предстоящий День Знаний, который у нас завтра, 1 сентября. Наши дети пойдут в школы, пойдут в детские сады, пойдут в спортивные школы. И вот обо всем этом мы будем говорить вместе с заместителем главы администрации Рязани Ларисой Крахалевой. Здравствуйте, Лариса Анатольевна. Спасибо, что накануне Дня Знаний вы в нашей студии вместе с нами. И насколько хорошо наши школы готовы к завтрашнему дню, готовы к началу нового учебного года? 1 сентября, конечно, волнительный день. Это праздник, можно сказать, для, наверное, двух третий горожан, потому что мы все мамы, бабушки, дедушки, папы, учащиеся, воспитанники детских садов. Все как-то имеем отношение к этому празднику. Праздник светлый, великолепный. Я должна сказать, что в этом году нас стало больше. Дошкольников стало больше. Нас теперь уже больше 22 тысяч, 22 700. Больше стало школьников. Нас тоже в этом году более 40. В прошлом году было 44 тысячи детей. Более 44. В этом году 45-280. И прибавилось число первоклассников в этом году. Так что наша школьная семья стала больше. Первоклассников более 5 тысяч. И по сравнению с прошлым годом на 400 человек больше придет в первые классы. Но если говорить о готовности, то все образовательные учреждения, как система образования, так и спорта и культуры, все приняты, все акты готовности подписаны, все учреждения завтра распахнут свои двери и примут своих любимых жителей. Ну, вот давайте я расскажу нашим телезрителям, что в Моноградской думе рассматривали подготовку школ к зиме. И вот для меня был отмечен факт, я считаю, важно, чтобы наши зрители его узнали, что учреждения образования в этом году освоены все средства, которые выделены из бюджета, и очень большое количество вне бюджетных средств. То есть, сделали по подготовке школ администрации не то, что много, а просто невозможное. И, может быть, это не так будет заметно, поскольку работа все-таки такая черновая, но это очень важно. Конечно. Если посмотреть, более 40 миллионов рублей было заложено из бюджета на ремонт школ, и еще плюс 110 миллионов, более 110 было приплечено в небюджетных средств. Это колоссальные деньги, и я должна сказать, что городское сообщество созрело до того, чтобы интересоваться и вкладываться в развитие образования. Потому что образование – это завтрашний день. Наш с вами, нашей страны, от того, каким он будет, будет зависеть будущее нашей России. Александр Ильич, ну вот кто давал эти деньги? Это наши предприниматели, это наши коммерческие структуры, насколько я понимаю, и куда они были направлены? Это наши предприниматели, коммерческие структуры, это добровольные пожертвования родителей, это те большие спонсорские организации, мегаполисы, которые существуют на сегодняшний день в городе. А потрачено это было на ремонт школьных залов, классов, на ремонт всех образовательных учреждений. Если брать культуру и спорт, то там тоже в небюджетные средства были привлечены большие. В целом более 30 миллионов на спорт и культуру в небюджетных средств еще было привлечено. Мы капитально в этом году сделали ремонт в школе номер 54 и в школе 39. Много было средств вложено в развитие спорта. Мы открыли на день города дополнительные залы большие. Это же тоже деньги для того, чтобы отремонтировать ТИР, построить еще одно здание спортивное, спортивный комплекс Юпитеру. Для того, чтобы наши дети могли заниматься. Антей целый корпус отремонтировал себе, причем деньги выделялись только на покупку материалов. А коллектив, в общем-то, практически все эти материалы осваивал и делал весь ремонт своими силами. Поэтому усилия приложили все. И взрослые, и дети, и родители. И те люди, которые заинтересованы в развитии системы образования. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сейчас вместе с моими коллегами мы отправимся в 54-ю среднюю школу города Рязани. Это одна из двух школ, которая в этом году была подвергнута капитальному ремонту. Что получилось, нам сейчас покажут и расскажут. Фактически новая школа. Смотрим. В преддверии первого сентября школа номер 54 открыла свои двери для нашей съемочной группы. Чтобы репортеры первыми смогли дать оценку тому, насколько хорошо и качественно там был проведен капитальный ремонт. И нам понравилось. Все лето по коридорам и кабинетам разносились звуки дрелей и бензопил. А команды и переговоры рабочих велись, наверное, исключительно на русском литературном языке. Еще бы ремонтировался дворец знаний. Все трудились, не покладая рук. Главное теперь успеть как следует разгрести и ликвидировать строительный мусор до того, как прозвенит звонок на первый в этом году урок. Сделаны некоторые фасадные ремонтные работы. Кроме этого, сделан очень большой ремонт на сумму чуть больше 17 миллионов. По замене дверей, окон, меняется отопительная система. Сделан ремонт стен, некоторых кабинетов. Средственно-капитальный ремонт, в котором так сильно нуждалась школа, были выделены из городской казны. Детвора будут очень рады обновленному дизайну школьных коридоров, спортивного и актового залов. В такой обстановке учиться и проводить большую часть дня куда приятнее. Кроме того, в этом году в 54-ю школу пойдут учиться сразу пятеро ребятишек с Украины. В этом году глобальный капитальный ремонт был проведен в двух школах Рязани – 39-й и, собственно, в 54-й. И это весьма позитивный момент. В конце концов, если уж говорить о всевозможных реформах образования и новейших методиках преподавания, то и обеспечиваться этот высокоинтеллектуальный процесс должен в соответствующих условиях. А то как-то не укладывается пазл в логическую картинку. Согласитесь, весьма нелепо смотрятся современнейшие компьютеры и интерактивные доски в окружении битых стекол и скрипучих полов. КОНЕЦ Лариса Анатольевна, впечатление очень хорошее. И я думаю, ребята, которые завтра придут в эту школу, согласятся с моими выводами и выводами моих коллег-журналистов. Я вчера вечером поздно была в школе, и мальчишки катались около школы на велосипедах. Я так спросила, говорю, ребята, как школа вам вообще, дворец? Дай бог, дай бог, чтобы это получалось из года в год, и чтобы мы наращивали темпы. Может, в следующем году не две школы отремонтировали, а три. И вам, и себе хочу пожелать все-таки хорошего бюджета. Сейчас хочу спросить о детских садах. Тоже очень важная тема. С завтрашнего дня, 1 сентября, не только у школьников, но и у малышей. Хотя они чуть раньше приходят, но все равно, по большому счету, учебный год начинается завтра. Конечно, День знаний для них тоже праздник. Да, вот как у нас с детскими садами? Знаю, что очередные шаги на сокращение очереди предприняты, и очередь уже постепенно-постепенно сводится к нулю. Ну, вот я уже говорила, если мы закончим, а мы, конечно, обязательно закончим реконструкцию детского сада номер 2, 111, с этим возвращенный сад отремонтируем, детский сад 123 и построим детский сад номер 30 в микрорайоне Братиславский, то мы фактически закроем очередь. Это те 700 человек, которые сейчас ждут своего места и ждут путевки в эти детские сады. В самое ближайшее время, это в сентябре месяце, три сада по реконструкции будут закрыты, и Братиславский построится до конца учебного года, сад номер 30. Помимо этого, мы открываем две дополнительные группы в саду номер 7 и 157. Мы освоили бюджетные региональные средства и федеральные для открытия двух дополнительных групп. То есть мы перекрываем. Единственная проблема, может быть, в чем останется, к сожалению, в отсутствии для всех желающих детских садов шаговой доступности. Но мы все равно будем стараться удовлетворить все просьбы. Проблема остается по двухлеткам. Это следующий этап нашей работы, и над ним мы тоже будем работать. Я думаю, если уж за эти годы отрешили в 6 тысяч очередь убрали, то уберем ее и по двухлеткам. Ну вот еще до того, как мы показали в эфире репортаж из 54-й школы, мы говорили о новом учебном боде косвенно сказали в, скажем так, наших учреждениях культуры, музыкальных школах, художественных школах и так далее, в спортивных школах. А в эти выходные прошла акция «Запишись в спортивную школу», как всегда, многолюдно. Чего ждать вот в этом учебном году от, скажем, наших спортивных и культурных учреждений, учреждений доп. образования? Ну, мы увеличили количество площадей для занятий спортом. Помимо этого, постоянно развиваем социальное партнерство, и если не хватает площадей непосредственно в спортивных комплексах, мы передаем ставки тренеров в общеобразовательные школы, используем спортивные залы школ для того, чтобы ребята приближенно к дому могли заниматься. И надо сказать, что этот процесс социального партнерства, он, в общем-то, понарастающий идет в нашем городе. Это очень хорошо. Учреждения культуры тоже страдают на сегодняшний день недостатком площадей. И эти вопросы рассматриваем, решаем. Сейчас решается вопрос по передаче помещений 7-й школе искусств в Дашково-Песочни под открытие еще одного дополнительного места, достаточно большого, по площади более 700 метров квадратных, для того, чтобы дети могли заниматься. Ну, помимо этого, конечно, мечтаем о строительстве ФОКа в районе Приокского и Канищева, и мы надеемся, что это несбыточная мечта, конечно, осуществиться, потому что, я думаю, необходимость назрела уже давно, но и, в конце концов, возможности региональных, федеральных уровней тоже сойдутся с нашими желаниями. Спасибо вам большое, мне как депутату, а вот от этого избирательного округа очень приятно слышать, что исполнительная власть в городе думает так же, как представительная. Конечно. Я благодарю вас за то, что нашли время и сегодня пришли к нам в студию перед первым сентября. Лариса Анатольевна Крахалева, очень уважаемый человек в учительской среде нашего города. Хочу предоставить вам слово для того, чтобы поздравили и коллег своих учителей, ну и, конечно же, наше молодое поколение с Новым учебным годом. Дорогие коллеги, для нас с вами это день особенный, 1 сентября. Начинается еще одна школьная жизнь длиной в 9 месяцев. Это всегда волнительно, сложно. Мы всегда с вами переживаем за то, как этот год проживем. Я очень надеюсь на то, что вашего творческого потенциала, вашей любви к детям, ваших знаний, вашего желания саморазвиваться будет достаточно для того, чтобы детям хотелось идти в школу, в детский сад. Я поздравляю вас, ребята. Это праздник особенный уже потому, что если есть тяга к знаниям, значит, мы движемся только вперед, потому что без желания учиться и самосовершенствоваться нет развития. А нам с вами надо идти в будущее, а вам строить будущую Россию. А мы ее не можем, не можем никогда, не можем не любить и не делать лучше. Это как раз дело завтрашнего дня вас всех. Всех-всех с праздником. Всех тех, кто учится в школе и ходит в детский сад. Кто туда ходил, оттуда ходили мы все. Всем помнить своих учителей и стремиться идти вперед. Завтра все равно будет лучше, чем сегодня. Спасибо, Лариса Кроколева, заместитель главы администрации Рязани, в программе «Лицом к городу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова